У них ощущение, что как бы мы занимались какой-то ерундой. Так, правее, 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 так, из кадра. Что такое, что они там сняли? Я не знаю, у нас нельзя выражаться, да? Можно. Унылое говно. Я хочу комедию. Здесь много моментов. Один из них практический момент – это занимать мало времени. Поэтому в графике всегда можно найти для этого какой-то промежуток. Но это, главным образом, все-таки поиск материалов, поиск режиссера, поиск компаний, с которыми приятно работать, людей, с которыми интересно работать. Это такая вечная надежда на то, что вот сейчас ты встретишь кого-то, кто будет классный и интересный. Ну и, как правило, на самом деле, коротышки – это интересный материал. Здесь есть возможность позабавиться. И поэтому я всегда, например, когда я сижу в жюри короткого метра на каких-то фестивалях, меня всегда удивляют люди. Вы чего? У вас все, все возможности. У вас нет, там, не знаю, начальства на федеральном канале, нет взрослых дядей-продюсеров, которые рассказывают вам, как жить, нет креативного продюсера, который еще что-то делает. Вы можете делать что угодно. Вообще все, что угодно. Почему вы пытаетесь снять унылое… Я не знаю, у нас нельзя выражаться, да? У нас можно. Унылое говно. Но, в общем, часто бывают какие-то классные штуки, когда есть возможность поэкспериментировать, похулиганить, и в этом есть радость. Они одинаковые для короткого и для полного метра, и для сериала. Я хочу комедию. Но это, мне кажется, такой запрос сегодня простой. Ну, у всех уже это невозможно. Но я хочу комедию. На то, насколько ему важно снять это кино, и почему ему важно снять это кино, насколько он аргументирован в этом, насколько у него есть своя творческая позиция, жесткая в этом вопросе, насколько он готов, с одной стороны, слушать, но, с другой стороны, не соглашаться, потому что его творческая позиция должна быть очень аргументированной и непоколебимой. Мне важно доверять человеку. Для этого я должна быть уверена, что он абсолютно готов и может ответить мне на любой вопрос. И даже если я с ними согласна, то вот эта уверенность для меня очень важна. Нет, никогда. Нет, вообще говори никогда. Нет, продюсер тоже. Вообще это адский труд, слушайте. И продюсер, и режиссер – это адский труд, это адская ответственность. Я совершенно к этому не готова, не хочу на себя это брать. Может быть, если это креативный продюсер – это другая история немножко. Это, может быть, было бы интересно. Режиссер, я тоже лукавлю, когда говорю, что никогда, боже мой, я просто понимаю, что я не справлюсь. Это определенная профессия, ей надо учиться. Поэтому, когда люди считают, что сейчас они… Нет, вернее так, люди, которые очень много лет в профессии с другой какой-то стороны, они могут прийти к режиссуре, так часто бывает, и мы про это знаем. Но это все-таки большой опыт должен быть. Я понимаю, что у меня этот опыт, наверное, есть, но у меня нету к этому таланта. Я не вижу мир в 3D. Поэтому, наверное, я не справлюсь, и нужно просто адекватно оценивать свои возможности. Ну, как бы, хотелось бы адекватно оценивать свои возможности. В этом случае я думаю, что я просто не справлюсь, поэтому зачем начинать? У меня интересна любая форма, в которой можно свободно экспериментировать и говорить о чем угодно. И насколько я понимаю, веб-сериалы – это как раз именно та площадка, на которой можно делать что угодно, независимо от цензуры и вот этого вот трендов. Модное слово, какие тренды у вашей аудитории. Боже мой! Мне кажется, интернет как место для поиска, инструмент для поиска идей – блистательное место, в котором, безусловно, происходит миллион всего интересного. Иногда, наверное, там можно найти кого-то, кто… ну, каких-то личностей, безусловно. Но что касается профессии, кинопрофессии, кинематографической, там это операторы, режиссеры, продюсеры, сценаристы, актеры – это профессия. И мне очень-очень грустно все время находить подтверждение своим мыслям о том, что почему-то у человечества так сложилось, что, ну, как бы, людей, которые обладают профессиями, которые можно потрогать, подержать в руках и очень быстро монетизировать или, по крайней мере, увидеть их результат в виде счета в банке с нулями или без, у них ощущение, что, как бы, мы занимаемся какой-то ерундой. И, ну, как бы, для того, чтобы писать, не нужно учиться. И для того, чтобы снимать, не нужно учиться. Ну, как бы, наливай да пей. Что там? Это очень сложная профессия, которой нужно учиться. Ну, просто у всех почему-то ощущает это, как бы, видимо, этот такой вот, сам труд, он невидимый, вот этот вот процесс, он настолько невидимый, все же видят результаты, кажется, что что такое, что они там сняли, что они там написали. И вот это, вот это отношение меня очень-очень-очень пугает с точки зрения поиска талантов и так далее в интернете, потому что нельзя просто так прийти и снять, нельзя просто так прийти и сыграть. Это очень серьезная профессия. Все эти бесконечные неудачи с блистательными идеями, но совершенно непрофессиональным исполнением, они вот это доказывают как раз. А идеи, да, безусловно, это источник для классных идей, для свободных идей, для каких-то, ну, для другой точки зрения. Мы же очень часто просто не можем посмотреть на задачу, выйдя за ее рамки, к сожалению. А это место, в котором это важно сделать. Ну, слушайте, я начала сниматься, когда мне было 15 лет, и поэтому мой первый съемочный день начался с того, что оператор Юра Райски, глядя в монитор, это классическая история, мне кажется, все шутят по этому поводу, у всех она была, когда он так правее, 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 так, с кадра. Вот, и мне было 15 лет, и я вообще не понимала, что происходит. А, значит, в какой-то момент я с дебютантами было много всяких смешных историй, на самом деле, половину из них просто нельзя рассказывать, потому что некоторые из них стали все-таки большими режиссерами, и это просто такой сейчас слив информации, так не делают. Господи, дайте вспомнить, на самом деле, ну, было много всяких каких-то странных штук, ну, не знаю, там, мой любимый дебют был дебют Игоря Волошина в фильме «Нирвана», который просто... Вот это был классический дебют во всех отношениях, со всеми переработками, вот этим, давайте еще вот это снимем, вот это. Господи, да уймисти, у нас уже 18-й час смены пошел, или вот... Ну, то есть смешного такого особенно я, наверное, не могу сейчас вспомнить, чтобы прилично было бы рассказать, не скомпрометировав участников процесса. Мне очень интересно, что здесь происходит, потому что, во-первых, это формат свободы дискуссии, что очень приятно, и он такой непривычный нам формат вещания, а это все-таки дискуссия, где все как-то на равных обсуждают, не смущаясь в выражениях, что тоже очень приятно, потому что, к сожалению, мы разучились говорить красивым русским языком, и уже не можем формулировать без вспомогательных слов, и как бы, ну, здесь все довольно расслаблены, это приятно. Мне было интересно, я послушала немножко Руминова, который просто, этот человек не может без аудитории, это просто очаровательно. Я бы назвал это словом интенсификация, когда ты более интенсивным делаешь, достраивая, развивая то, что написано, как бы, как при исполнении, когда человек знает произведение, да, по нотам, он добавляет и душу, и конкретный момент, и ощущение зала, когда он может туда посмотреть, да, и такой, о, повторим этот моментик, да. Я думаю, господи, такой поставленный голос у Паши, а, черт побери, вот ему нужно в театр играть, идти, его будет видно, слышно на 75-м ряду академического театра. Но все равно, тем не менее, это довольно интересно, и Леша нужны какие-то очень и очень интересные и точные вещи говорил ребятам, которые там представляли свои проекты. И когда ты снимешь с каким-то оператором, с какими-то артистами, и добьешься той искренности в этой истории, а только это и может быть, как бы, приемом и ключом к этой сцене, искренность за этим столом, когда два человека друг напротив друга. И это очень круто, что есть молодые-молодые классные режиссеры, которые, в общем-то, ну, как Леша, я не знаю, обижу ли нет его, надеюсь, что нет, но он не так давно начал такой какой-то более-менее серьезный, ну, в смысле, известный свой путь в профессии, но, тем не менее, он дает, у него есть возможность разговаривать со начинающими ребятами, и он дает классные, очень практические советы, что, на мой взгляд, и является целью подобного диалога с людьми, которые уже имеют какой-то опыт, это получить именно практический совет, не вообще там, вы молодцы, а вы нет, давайте посмотрим, как снимал Антониони, а очень, как, и это классно. Сейчас была довольно интересная дискуссия, ну, разговор продюсеров о том, чего они ждут от материала, который они хотят читать, ну, довольно забавно. Завтра будет острая дискуссия про правду, то есть, почему мы ее не снимаем? Вот это мне хотелось бы послушать, но я боюсь, что это будет... Хотя, черт его знает, не знаю. Мне кажется, почему мы ее обсуждают люди, которые правду говорить не умеют априори. Удивительная дискуссия получится, ну, хорошо. Я сейчас не хотела ни в коем разе обидеть участников дискуссии, я имею в виду наш киномир, мы просто не можем ее говорить априори, мы связаны тысячей каких-то условностей, половиной из которых мы, к сожалению, придумали себе сами.